Здравствуйте! Сегодня в Персоне Грата с интересными людьми поговорим о главном. В нашей студии специальные гости. Главных героев минувшей недели, которых область узнала в лицо, недавно наградили именными грантами. Их и еще 48 молодых людей со всего региона, областные и российские эксперты назвали самыми талантливыми и целеустремленными представителями нового поколения орловчан. Почему путь к президентскому гранту выслан медными трубами, как лабораторный огонь и воду возводят в кандидатскую степень, и к чему себя готовит орловская молодежь, узнаем прямо сейчас. В студии победительница областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу среди молодых ученых Анна Пикунова. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. И победитель областной олимпиады профессионального мастерства Евгений Дудочкин. Здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Первый вопрос, если только не возражает Евгения, Анна будет к вам. Вы приехали вообще из небольшого, относительно небольшого города Мценска. Но сегодня вы занимаетесь наукой и занимаетесь таким образом, что побеждаете в самых престижных областных конкурсах. Но вот в детстве, мне кажется, Евгений, вы мечтали быть ученым в детстве? Да нет, не мечтали ученым. Я тоже не мечтала. Не мечтали? Нет. А как попали? Как это случилось? Ну, во-первых, конечно, так сложилась жизнь. И мне еще повезло с тем, что мне все время попадались очень хорошие люди на пути. То есть в школе у нас были очень сильные учителя химии, биологии, благодаря которым у меня возникла любовь к этим наукам. И выбирая специальности уже для высшего образования, я выбирала вузы, в которых эти специальности присутствуют. И я закончила аграрный университет. И там же поступила в аспирантуру. И благодаря, наверное, тому, что я поступила в аспирантуру именно туда, мне удалось попасть на стажировки в ведущие лаборатории Москвы и побывать на стажировки за рубежом. И, наверное, все это помогло привить любовь к науке, найти себя. И руководители у меня очень замечательные были, мои аспирантские работы, князев Сергея Дмитриевича Павловская, Нина Лефимова. То есть они мне выбрали очень интересную тему, действительно увлекательную и современную. Ну и здесь как бы у тебя уже не остается выбора. Ты идешь только вперед. Назад пути нет. Евгений, глядя на вас, многие, наверное, могут ошибиться. Давайте сразу скажем, что вы военнослужащий по сегодняшнему своему положению, а вообще сегодня представляете рабочую специальность. Да, я представляю рабочую специальность сварщиков. Модно сегодня заниматься наукой. Как вы считаете? Ну, вы знаете, мне бы, конечно, очень хотелось ответить, что да, это модно, но это будет не совсем правдой. С одной стороны, сейчас, сами знаете, очень модно инновации, инновационные деятельности, все такое. То есть в этом плане, конечно, да, ученые – это модно. Но дело в том, что наука – это очень большая работа, очень большой труд. И мне кажется, что такие профессии, они не могут быть модными, они вне времени. Так, но вы старались, вы уже сказали, за границей в том числе. Скажите, пожалуйста, а что там, вот еще своим студенческим взглядом или аспирантским, за что он зацепился? Что у них есть такого, чего нет пока у нас? Или недостаточно? В Орле, например. Ну, я была, мне посчастливилось побыть в очень хорошем университете, то есть одном из лучших мировых университетов, в очень хорошей лаборатории, очень хорошо оснащенной лабораторией, где все налажено, где материальная база, техническая база просто ошеломляющая. То есть это замечательный опыт для меня, работы на таких приборах, которые у нас только закупаются, такие лаборатории только организуются. То есть меня, конечно, это очень впечатлило, впечатлила организация, организованность. То есть я была в Нидерландах, это очень организованные, очень трудолюбивые люди. В принципе, они, я думаю, корнями с немцами где-то пересекаются, то есть очень пунктуальные, очень четкие, трудолюбивые. Да, конечно, есть порядок. Да, и для ученого это очень важно. Скажите, пожалуйста, вот из ваших одноклассников, допустим, кто-то стал аспиранткой, как вы? Вы знаете, из моих одноклассников, я думаю, что нет. Евгения, у вас есть знакомые ученые? Нет, у меня знакомых ученых нет, у меня есть такие же знакомые, как и я, которые учатся по моей специальности. Ну вот теперь будет, теперь будет еще одно знакомые. И Анна, спасибо ей за то, что открыла двери лаборатории для нас. Мы подготовили видеоролик, короткий, с вашего рабочего места. Давайте посмотрим. Это не экспертиза контрольной закупки, а рядовое исследование, которое решит, выйдет черная смородина на грядку или останется в лаборатории. Чтобы эксперт на генном уровне выявил уникальные способности растения, побег отдает свою ДНК. Она пройдет все круги опытов с помощью набора инструментов и с ювелирной точностью смородиновые гены превращаются в комбинацию из точек и полосок. Те и позволят сделать заключение. Опытный образец устойчив к вредителям и готов произрастать на орловской почве. Анна, вы победили в областном конкурсе «Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых-2012». Какая проблема вас интересует? В премированной работе, которую вы упомянули, мы занимаемся вопросами ДНК, диагностики генов, связанных с хозяйственно-полезными признаками плодово-ягодных культур. Если можно простым языком это сказать. То есть мы пытаемся помочь селекционерам проводить селекцию быстрее, точнее и качественнее, используя анализы на уровне ДНК. То есть всем вам, наверное, хорошо известен метод ПЦР-анализа. По крайней мере, я уверена, вы все с ним сталкивались. Это диагностика инфекционных заболеваний, в том числе установление отцовства. Это все связано с этим методом. Вы занимаетесь растениями. Да, я занимаюсь этим методом применительно к растениям. И в нашем ролике вы видели некоторые оборудования задействованные в этом методе. И мы хотим помочь селекционерам, используя этот метод. То есть выявлять какие-то гены, например, устойчивость к болезням. Это же очень важный признак. Ненужные опрыскивания будут. Что полезно будет как для экологии, так и для снижения затрат на возделывание сортов. То есть тема очень актуальная и современная. И работа в этом направлении, в общем-то, можно сказать, что не так давно началась. И поэтому интересно. А если еще заглянуть в будущее, скажите, наверное, не хотелось бы стать в один ряд с известными людьми, имена которых постоянно упоминаются, когда молекулярные генетики, скажем, говорят, люди знающие. Вы знаете, у меня, наверное, не так много амбиций именно в плане как-то свое имя возносить. На научный интерес. Мне бы хотелось усилить нашу лабораторию, поднять ее на уровень тех лабораторий, в которых я работала. И чтобы действительно мы приносили практическую пользу селекционерам. Для сельского хозяйства. Чтобы с нашим участием были созданы действительно сорта, хорошие, нужные для России. А может быть, они и выйдут на мировой уровень. То есть хочется просто работать и выполнять свою работу, приносить пользу. А в великой карьере Анна, скромная девушка, не мечтает. А тот солдат, который не мечтает генералом стать, говорят, плохо. Правда это? Да, это правда. А вы о чем мечтаете? Я мечтаю закончить службу, хорошо отслужить. Потом пойти учиться дальше по своей специальности, раскрыть ее полностью, чтобы уже работать. Я считаю, лучше остаться, работать у нас в Орле. Есть у нас и заводы для этого, чтобы остаться. И зарплата хорошая. И помогать Орловщине. Это правда. Я, кстати, вот буквально недавно заглянула на сайт управления труда и занятости. Сварщики сейчас, оказывается, очень много вакансий. И удивлю, может быть, кого-то от 20 и выше заработная плата там указана. А вопрос другой. Скажите, пожалуйста, интеллектуальный труд, которым занимается Анна, вот в вашей профессии он применим, важен он? В моей профессии тоже нужно знать и уметь, как сделать одну или другую деталь. Как ее правильно сварить. Тоже там именно и надо знать материаловедение и технологию металлов. Это тоже идет на таком молекулярном уровне. Кристаллизация металлов. Как они будут складываться при закалке металла, при его расплавке. Чтобы изготовить ту или иную конструкцию. То есть тоже своя еще одна наука. Да, и это очень тяжелая наука. За 4 года я узнал, конечно, очень много. Кто учится есть по полгода, они не раскроют всю эту тему. Именно изготовление каких-то деталей. Учились в техникуме? Да, учился я в Орловском технологическом техникуме. У нас сегодня есть еще один видеоролик о том, кто кроме представителей научного сообщества и трудовых профессий принимал губернатор области. Малоизвестные даже в узких кругах фамилии на губернаторском приеме прогремели на всю область. Гимназист из Ливен поставил рекорд для книги Гиннесса. Аграрный университет подготовил вице-чемпионку мира по армрестлингу. Воспитанницы дворца Гагарина посвятили страницу в энциклопедии «Одаренные дети будущей России». И таких доморощенных талантов в круглом зале администрации собралось полсотни. Лучшие аспиранты, лауреаты престижных выставок, победители конкурсов, волонтеры и не только получили очередные награды. Евгений, сегодня вы обладатель президентского гранта. Один из немногих. Но перед этим была Олимпиада. Расскажите, пожалуйста, как доставалась победа вот там? Да, победа досталась нам очень нелегко. Это было очень тяжело. Нам это? Мы с парнем принимали участие. Команда была у нас из двух человек. И участвовало более 20 человек. Разделились мы на группы. Подготавливались минимум более двух месяцев. Проходили теоретическую часть и занимались практической частью. А если про теоретическую, простите, я перебиваю. Вот какие вопросы были в олимпиадных заданиях по вашей специальности? Потому что сложно вообще представить себе, что это такое. Вот, например, был вопрос. Какое содержит содержание чугуна в металле? Именно процентное содержание. Указываются ответы. И ты должен выбрать, какое это будет содержание. Сколько процентов. Были вопросы также связанные, ну, они по технике безопасности. Даже некоторые предметы с технической механикой связаны были. Очень сложно было отвечать. Но мы справились с командой. Мы заняли командное первое место. И потом у нас уже делились на личное первенство. Кто занял первое, кто второе место. А с практической стороны что приходилось делать? Практической стороны надо было выполнить швы. Это вертикальный, тавровый, горизонтальный, потолочный стакан. Это азы или это уже куда-то углублено? Сколько нужно учиться для того, чтобы знать и овладеть этим? Это вот я на протяжении четырех года овладевал этим, учился варить, чтобы было красиво и аккуратно и практично. Скажите, а вот уже потом приходилось какие-то документы собирать, бегать по каким-то кабинетам для того, чтобы подать заявку на президентский грант? Все-таки это сложно. Вот этим я не занимался, потому что я был в армии, когда мне позвонили и сказали, что ты обладатель президентского гранта. Конечно, я очень не ожидал этого. Задал себе вопрос, почему я? Много же других ребят, которые умеют и знают. И вот почему-то выбрали именно меня. Так. А сами, когда вы окончите службу, чем хотите заниматься в будущем? Когда я окончу службу, я хочу пойти в институт учиться, расширить знания именно по своей специальности, чтобы больше знать и уметь. Но ваша профессия, которую вы сегодня представляете, как сами считаете, престижная? Не знаю, может... Или может стать она престижной? Некоторые могут считать профессию непрестижной, сварщик все время работает. Это интересная, конечно, специальность. Сварщик может сделать то, что не сделает ни юрист, ни ученый. Какие-то изготовления таких деталей, которым очень требуется точность и практичность в изготовлении. Спасибо вам за эти ответы. Спасибо за интервью. Всего вам доброго и успехов. Мы говорили с победительницей областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу среди молодых ученых Анной Пикуновой и победителем областной олимпиады профессионального мастерства, обладателем президентского гранта Евгением Дудочкиным. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.